Добрый день, уважаемые зрители! В эфире очередной выпуск «Слово эксперту» и сегодня у нас в гостях Владимир Григорьев. Мы сегодня освещаем основные темы, связанные с экспертизой оборудования, видом инженер-технических экспертиз. Собственно, данную тему мы решили развить в связи с тем, что сейчас очень много вопросов поступает от заказчиков, связанных с данным видом экспертиз. Достаточно много нюансов, моментов, связанных с проведением данных экспертиз, и поэтому сегодня мы именно об этом поговорим. Для этого мы пригласили, как я уже говорил, Владимира. И постараемся сегодня задать ему все эти вопросы, которые уточняются у нас чаще остальных. Ну и начнем с того вообще, что это такое, заявит экспертиза, то есть вообще экспертиза оборудования, что она из себя представляет. Можете нам пояснить? Экспертиза оборудования в первую очередь решает вопросы, инженер-техническая экспертиза оборудования, она решает вопросы, связанные с технологическим оборудованием. Делится на, соответственно, подвиды, исходя из функционального назначения объектов экспертизы, это всевозможные подъемно-транспортные механизмы, это машиностроительные агрегаты, то есть различные станки токарные, фрезерные, пресса и так далее. Это объекты из области специального машиностроения, в том числе это экскаваторы, строительная техника, оборудование обогатительного комплекса, буровые по добыче нефть, газ, все что угодно. Решает эта экспертиза вопросы, соответственно, связанные с этим оборудованием, это как причин поломок этого оборудования, в соответствии его техническим заданиям и так далее. Ну, понятно, да, я так думаю, что нам, чтобы по порядку пойти. Вообще, я так понял, ориентируюсь на ваш ответ, что объектов очень много, то есть это деревообрабатывающее оборудование, металлообрабатывающее оборудование, фрезерное различное, да, то есть мы приходим к тому, что экспертиза оборудования, да, это экспертиза всего вот огромного количества оборудования, то есть, ну, мне как человеку, да, который не сильно в этом хорошо разбирается, да, то есть я так понимаю, что это там различные станки, крупные промышленные агрегаты, то есть там и, собственно, как связана вообще вот судебная экспертиза, да, вот с данным видом оборудования, да, вот сейчас сказали, что возникают ситуации, где, наверное, происходят какие-то неполадки, дефекты, да, вот, при покупке, при эксплуатации, то есть и, судя по всему, заказчику либо человеку, который, ну, там, организация, которая приобрела данное оборудование, у них возникают вопросы, да, и вот, что им дальше нужно делать, то есть вот в каких ситуациях возникает необходимость обратиться в экспертную организацию, то есть провести экспертизу данного оборудования? Ну, начнем с самой простой ситуации, это опять-таки поломки оборудования. Современная отрасль машиностроения, она развивается небывалыми темпами, создаётся огромное количество разных машин, их подвидов, но, к сожалению, от этого теряется их качество. В первую очередь это связано с удорожанием процесса изготовления деталей этих машин. Сейчас большинство производств, как российских, так и зарубежных, переносятся в Китай. Ну, то есть... Производство? Да, да, конструкторские разработки делаются изначально в стране производителя, ну, который заявляет себя как производитель, но, грубо говоря, подорядные работы по изготовлению деталей и узлов, они отправляются в Китай. Качество этих работ часто оставляет желать лучшего, потому что, во-первых, любое оборудование состоит из металлических различных деталей и узлов. Качество их изготовления в плане метрологических параметров, то есть геометрических точностей, термообработка изделия, да и, в принципе, качество самого металла они уже оставляют желать лучшего, потому что каждое производство старается на чем-то сэкономить, в связи с чем теряется качество последующего изделия. В вечном итоге мы получаем станок, который при номинальных показателях эксплуатации начинает разрушаться. Иногда бывает наоборот, то, что изделие действительно качественное, но эксплуатация его оставляла желать лучшего. Любый производитель создает технический паспорт на оборудование, руководство по его эксплуатации. Но достаточно часто приобретатели этого оборудования пренебрегают положениями руководства по эксплуатации, и после чего происходит разрушение этого оборудования. То есть, сейчас, как вы сказали, у нас производство в Китае, да, то есть, зачастую, ну, все-таки мы сталкиваемся с моментами, когда с производственным оборудованием, я так понимаю, территории все-таки нашей страны, да, что-то происходит? Естественно. Вот, то есть, у нас, наверное, идет какое-то соперничество с тем же Китаем, да, то есть, из-за этого люди приобретают там станки, там, какие-то бэушные, там, либо экономят на чем-то нам производстве, на сырье экономят, скорее всего, тоже, да, в том числе. Вот, из-за этого, как бы, вот, возникают различные ситуации, связанные с тем же заливами, да, из-за того, что детали там для, ну, там, различные, там, гибкие подводки, там, элементы горячего водоснабжения, холодного, то есть, они, там, не знаю, не выдерживают критики, да, там, взрываются, ломаются, это все, наверное, из-за того, что вот станок, который их производил, он как-то работает неправильно, да? Да нет, нет, это совершенно разно, но это, в принципе, это нельзя относить к инженерно-технической экспертизе оборудования, тоже сантехническое изделие, но, как показывает практика, они разрушаются из-за нарушения технических параметров ГОСТов, то есть, где указаны основные требования, из какого материала должно изготавливаться, каким методом, ну, и, в принципе, качество изготовления. Здесь само оборудование вряд ли может являться причиной. А, то есть, это уже технологический процесс какой-то определенный. Ну, хорошо, Владимир, а такой вопрос. Какие-то еще случаи могут возникнуть, да, в результате которых появляется необходимость обратиться в экспертную организацию? Естественно, да, я сначала, наверное, оглашу, в принципе, в каких случаях к нам обращаются, но, как мы уже сказали, это разрушение какого-то оборудования, где мы отвечаем на вопрос причины его поломки. Второй достаточно распространенный случай – это соответствие, несоответствие оборудования его техническим характеристикам, которые были установлены договором купли-продажи, либо техническими условиями, либо паспортом и иной какой-либо документацией. То есть, грубо говоря, к примеру, мы покупаем какой-нибудь шнековый дозатор с определенной производительностью тонн в час. Ну, к примеру, две тонны в час. Фактически, людям поставили это оборудование на производство, пусконаладка произведена, они начинают им пользоваться, и они замечают, что его производительность достигает всего тонну в час. Ну, мы видим прямое несоответствие заявленной цифры и фактической. И возникают конфликты между поставщиком и покупателем на тему того, что является ли это заводским дефектом, либо это проявилось в процессе эксплуатации. То есть, здесь может быть монтаж неверно произведенный, либо просто оборудование не способно достигать таких характеристик. То есть, это заведомо не соответствующая договору оборудование. В таких случаях, естественно, мы и выявляем фактическую производительность, и устанавливаем причину, из-за чего это происходит. Я понял. Так это какие-то индивидуальные случаи, да? То есть, грубо говоря, там не какой-то конвейерный станок, но я имею в виду, что какой-то отдельный станок, которому зачем-то подготовили документацию с целью того, чтобы его продать, да? То есть, там указали, что он там две тонны в часть производит, чтобы его купили, а по факту оказывается, что в итоге одну тонну. Ну, грубо говоря, да. Это не обязательно станок, это может быть целая технологическая линия, которая состоит из различных агрегатов, различного оборудования, целой связи, которые друг без друга даже порой работать не могут. И здесь даже сложнее. Тут приходится часто выявлять, какой конкретно узел дает такую просадку в производительности оборудования. А, то есть, опять же, можно столкнуться с производственным дефектом, что какой-то узел, просто говоря... Это может быть дефект, это может быть узел, который заведомо не способен на такую производительность, и он тормозит весь процесс. Либо это может быть действительно связано с дефектом монтажа, либо просто банально конечный покупатель неправильно эксплуатирует. Ну да, такой социальный, скажем так. Кстати, сырье. Наиболее часто в технических заданиях прописывают конкретное сырье, которое данное оборудование может перемещать, либо что-то с ним делать, обрабатывать при заданной производительности. Ну, к примеру, если мы говорим о сыпучих материалах, у них есть насыпная плотность, вязкость. К примеру, в техническом задании прописано, что мы можем на данном оборудовании производить материал с такой-то плотностью при такой производительности. А фактически покупатель использует совершенно другое сырье. И удивляется... Необязательно дешёвая. Нет, почему? Не обязательно дешёвая. Просто с другими свойствами. У него другая вязкость, у него другая плотность. И он считает, ну, как, к примеру, в строительном оборудовании часто различные смеси строительные используют, там, цемент и так далее. У них у всех тоже различная вязкость определённая, различные свойства. Берут, к примеру, смесители промышленные, которые осуществляют перемешивание этих материалов. Продают оборудование, которым говорят, что у него будет производительность там, к примеру, полторы тысячи при такой вязкости. Фактическая эксплуатируемая производительность достигает там тысячу. Вопрос, почему у вас плохое оборудование? Нет, фактически выявляется, что вы используете сырьё, которое не предназначено для этого оборудования. Ну да, то есть, тоже интересный случай достаточно. То есть, считают, что это, грубо говоря, недостатки оборудования какие-то, а на самом деле это, собственно, сырьё. Вот. Ну вот ещё достаточно часто у нас в организацию поступают вопросы. Я так понимаю, да, вот, наверное, вряд ли на них как-то возможно ответить, наверняка. Но вот связанные с транспортировкой данного оборудования, то есть, пытаются возложить ответственность на то, что транспортная компания привезла нам данное оборудование, оно повреждено, вот, и поэтому оно у нас не работает. То есть, и пытаются, как бы, получить ответ на вопрос, связанный с тем, что это, как бы, транспортная компания виновата в том, что она не работает. В принципе, для нас это значение не имеет, правильно? То есть, мы устанавливаем наличие дефектов, причину их образования, да, то есть, и уже, как бы, просто смысл в том, что иногда часто приходят запросы, в том числе и суда, буквально сегодня был похожий запрос, где было указано, то есть, на момент продажи оборудования, оно было, там, бывшим в употреблении, там, либо, там, с дефектами, вот, то есть, и работало ли оно правильно, неправильно, то есть, ну, очевидно, да, что любая экспертиза, которая касается проведения, там, инженерно-технического относительно оборудования, она, конечно, невозможно, там, какой-то период времени установить, правильно? Ну, да, естественно, у эксперта нет машины времени, нет, ну, такой вопрос можно решить, но в том случае, если оборудование никак не эксплуатировалось, если как его поставили конечному покупателю, так оно и осталось. Ну, да, бывают частенько случаи, когда при транспортировке оборудование повреждалось, какую-то методику установить, было ли это при транспортировке или нет, невозможно, но эксперт может с большой долей вероятности установить, что могла ли транспортировка способствовать получению данных повреждений, потому что любое оборудование в паспорте своем, там, есть даже ГОСК определенный на эту тему, оно, кроме требований к эксплуатации, к монтажу, к обслуживанию, имеет требования к хранению и требования к транспортировке. То есть, если мы говорим о перемещениях, оборудовании, к примеру, морскими судами, то в контейнерах оно должно быть определенным образом зафиксировано, чтобы исключить возможные перемещения. Есть определенные правила его строповки, это все прописано, то есть, путем осмотра самого даже контейнера, имелись ли у него приспособления для подобной схемы крепления, можно установить, действительно были ли соблюдены эти требования транспортировки. В ином случае, если нет, то действительно можно с определенной долей вероятности утверждать, что да, оборудование могло при этом повредиться. О, как отлично. То есть, какие-то все-таки вопросы в данном случае можно рассмотреть. Так, ну да, то есть, у нас, значит, есть основные три направления. Это дефекты, недостатки, да, то есть, в самом оборудовании, то есть, несоответствие требованиям заказчика, ну, или производительным требованиям. Ну, характеристикам, несоответствие характеристикам. Ну, и возможность, да, там, то есть, посмотреть в результате чего произошли механические повреждения оборудования, я так понимаю. Да, ну, я бы не называл вот эту третью часть основным каким-то направлением. Ну, да, так. Еще одно интересное и достаточно частное направление – это соответствие требованиям безопасности. Очень много бывает несчастных случаев на производстве. К примеру, если там какой-то фрезерные станки, с ЧПУ, с револьверными головками, то вылет заготовки, которая была либо неверно закреплена, либо оборудование имело какой-то недостаток, там, не могло плотно закрепить заготовку, вследствие чего происходил ее вылет, либо повреждалось какое-то имущество, либо была какая-то угроза жизни, здоровью оператора, иных людей, находящихся в цехе. И часто экспертами решается вопрос на соответствие оборудования требованиям безопасности, которые, опять-таки, регламентированы нормативными документами, ГОСТами, техническими регламентами Таможенного союза о безопасности машинооборудования, ну, и опять-таки, внутренними документами на самооборудование, паспорт, технические условия и так далее. Да, то есть, техника безопасности, в том числе, по работе с этим оборудованием. Да, да, естественно, техника безопасности, плюс наличие устройств безопасности. То есть, мы не можем эксплуатировать какое-то оборудование, если оно заведомо небезопасно. То есть, по сути, любое оборудование, оно должно обеспечивать, учитывать, скорее, человеческий фактор, который всегда неизбежен. Что человек может что-то забыть, к примеру, там, те же какие-нибудь обрабатывающие станки, человек мог забыть до конца закрепить заготовку, там, усилие ее обжатия. Он запускает, соответственно, вращение на станке, так как заготовка не закреплена, то неизбежно ослабление ее захвата и последующий ее вылет. Оборудование должно фиксировать, то, что обжим недостаточно, усилия нету. И, соответственно, он не должен запускать в работу это оборудование. Если подобных устройств безопасности нету, то подобное оборудование не допускается к эксплуатации на территории РФ. Есть даже не только на территории РФ. У нас есть с Евросоюзом единый ГОСТ, который, по-моему, касательно металлообрабатывающего оборудования, то, что подобные станки без устройств безопасности в принципе не могут реализовываться никак. То есть, да, ведь велика же вероятность, что, не дай бог, какой-то несчастный случай произойдет по причине отсутствия устройств безопасности. К моменту осмотра эксперта организация, эксплуатирующая данное оборудование, сделает все для того, чтобы подготовить это оборудование к осмотру. То есть, установят все необходимые устройства безопасности. Бывает такое? Нет, такого не было. Ну, потому что, хорошо, ладно, они это установят, но как быть с паспортом, где все это прописано? А, то есть, там это тоже указано? Естественно, там это указывается. Это не отдельная какая-то, я понял. Там это указывается. Кстати, вот, касательно паспортов руководства по эксплуатации, тоже достаточно частое обращение, но оно вкупе обычно происходит с вопросами относительно продажи бывшего в употреблении оборудования. Когда к нам обращается заказчик, который приобрел станок, по договору это должен был быть новый станок, новая какая-то машина. Фактически, после приемки, он видит то, что есть признаки того, что это бывшее в употреблении оборудования. Начинаем анализировать. Действительно, при разборе выявляется то, что станок фактически конечным заказчиком не был в употреблении, но внутренние детали имеют большую величину износа, видим следы перекраски, несколько слоев лакокрасочного покрытия. Кроме того, начинаем ознакомливаться с паспортами, руководствами по эксплуатации, а они полностью не соответствуют требованиям. То есть, у нас есть тоже жесткие определенные требования, то, что данная документация должна содержать огромное количество сведений, которых фактически нет. Да, кстати, были отдельные запросы по этой теме, они иногда даже спрашивают, соответствует ли техническая документация данного оборудования, ГОСТом, который у нас там имеется, со стандартом. То есть, часто такое бывает? Да, это достаточно часто. Даже экспертизу не самого оборудования, а его документации, то есть, на соответствие. Да, да. В рамках уголовных дел, ну, кроме, естественно, несчастных случаев каких-то на производстве, мы часто рассматриваем дела о мошенничестве. Ну, такой и в арбитражном процессе тоже, конечно, возникает. Но, правда, не о мошенничестве, а просто как бы поставили не то оборудование, грубо говоря. Фирма, якобы производитель какого-то оборудования, либо, скорее, там, дистрибьютор какой-то, заявляет то, что может продать там станок, к примеру, итальянского производства такой-то модели с такими характеристиками. Покупатель этого оборудования получает его, рассматривает и понимает, что это, в принципе, какая-то самоделка. То есть, грубо говоря, шильдики представили себе просто там бумажку какую-нибудь прикрепленную. Ну, да, просто взяли, грубо говоря, приклеили. В данном случае эксперт, конечно, не может рассматривать вопросы оригинальности данного оборудования. То есть, произведено ли оно там в конкретной какой-то стране, конкретным каким-то производителем. Нет, но эксперт при этом может установить способ изготовления данного оборудования. Если мы говорим о каких-то крупных корпорациях, которые производят уже долгие годы, станочные различные, станочные оборудования, то, естественно, мы увидим промышленный способ изготовления, крупносерийный. Но это... А если мы видим какую-то кустарщину, откровенно говоря, то есть кустарного производства станок, то мы можем это идентифицировать и выявить. То есть, да, то есть станки бывают так, что даже специально какой-то кустарный способ сборки, да, то есть... А, скорее всего, это возможно какие-то старые станки, которые каким-то способом модифицировать пытаются, отделяем узлы. Да, да, переделки и такое бывает. Такое тоже часто встречается. Да, и в итоге как бы тут и производительность хромает, и несчастные случаи допускаются с такими станками. В устройстве безопасности вообще норговорить не приходится с такими самодельными станками. Ну, в принципе, понятно. То есть, я думаю, на этом можно закончить. Спасибо за внимание. Надеемся, что мы большинство вопросов прояснили, дали какую-то точную характеристику. Если у вас появились какие-либо вопросы, которые мы сегодня не обсудили, задавайте, оставляйте в комментариях, пишите нам на сайт, звоните, обращайтесь. Мы всегда постараемся вам помочь на них ответить. Спасибо, Владимир. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.